Зажигательными танцами и песнями в Ульяновске открыли третий трудовой семестр студенческих отрядов. В этом году более тысячи студентов из колледжа и университетов стали участниками студотрядов. На торжественном открытии коллективам выдали путевки. Для бойцов отрядов временное трудоустройство – это отличная возможность провести время с пользой, получить профессиональный опыт и заработать деньги. Есть огромный эффект. Прежде всего, социально значимый эффект. Мы делаем так, что ребята, студенческая молодежь, в каникулярное время, ну, грубо говоря, не болтаются по улице, а занимаются хорошим, добрым делом. Ребята получают свои первые профессии, получают свои первые зарплаты. Студенческие отряды работают по разным направлениям. Сервис, педагогика, строительство, производство, медицина. Ребята будут трудоустроены на территории Ульяновской и Липецкой областей, Республик Татарстан и Крым, Краснодарского и Камчатского краев. В трудоустройстве активно помогает агентство по развитию человеческого потенциала. Они проводят встречи и привлекают работодателей, а также занимаются организацией временных рабочих мест для молодежи. Наша молодежь понимает, что о ней заботятся, о ней помнят, хотят, чтобы они работали здесь, в России, чтобы они работали на наших крупных производствах в сельском хозяйстве, в ветеринарии. Многие из бойцов студенческих отрядов движение не первый год. Например, Виктория Рогожина – студентка педагогического университета. Уже третий год она состоит в педагогическом отряде КИД. За время работы выросла с вожатого до старшего воспитателя. Возможно, если даже ты учишься в каком-то другом университете, то можешь попробовать себя в любом из направлений студенческих отрядов и, может быть, даже поменять свой путь жизни. На самом деле, заработок – это, так скажем, плюсик к тому, что можно провести классное время. Ну и прежде всего, это время, проведенное с друзьями, с теплой компанией и новое знакомство из разных регионов. Другая участница Эльвира Азизова трудится в сервисном отряде. Эльвира отмечает, что РСО дает большой жизненный опыт. На самом деле, уже то, что ты выезжаешь без родителей и с таким коллективом друзей, это очень мотивирует не сидеть на месте, двигаться, развиваться. И еще один огромный такой плюс – это то, что ты обретаешь знакомых по всей России, с которыми ты можешь связаться, найти общий язык, и они, конечно, тебе помогут. Кроме того, с 1 июня начнут свою работу молодежные отряды, состоящие из несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Они будут выполнять работу, не требующую квалификации. Комплексная модернизация службы занятости населения проходит по нацпроекту «Демография». Кирилл Савосин, Марат Микдиев, Управда ТВ.